В Краснодарском крае все коммунальные службы и МЧС сегодня работают в усиленном режиме. Виной тому морозы и снегопад непривычны для российского юга. Непогода привела к настоящему коллапсу. Дороги приходится перекрывать, чтобы спецтехника успевала расчищать снег. Аэропорты Геленджика и Анапы закрыты. Сергей Пикулин передает. Для Черноморского побережья, где зима, как правило, проходит без снега, полуметровые сугробы это даже не экзотика. Настоящая чрезвычайная ситуация. Если летом трасса от Краснодара, Новороссийска и Анапы стоит в пробках из-за большого наплыва отдыхающих, то сейчас машин немного, но проехать по дороге все равно невозможно. Теперь из-за снега. Тяжелые фуры, большинство из которых на летней резине, буксуя на льду, попросту складываются. Одно такое ЧП с большегрузом и через пару минут за ним уже километровая пробка, в которой стоит и снегоуборочная техника. Чтобы избежать транспортного коллапса, к примеру, в Новороссийске пришлось вводить ограничения. Было принято решение ограничить движение транспорта на длинномера и на летней резине практически не пропускать. Вытаскивают машины из сугробов все, иначе никто не поедет. Гаишники, жители близлежащих сел и даже военные из Новороссийской базы ВДВ направили на перевалы несколько армейских Уралов. Цепляем за трос, все вытягиваем туда наверх до заправки и все. Там они уже сами выбираются. Едем за ними, если что там, помочь им, помогаем. Вот так выглядит аэропорт Анапы. Из-за шквалистого ветра и непрекращающегося снега рейсы отменены. Самолеты либо задерживаются, либо перенаправляются в Краснодар. А в Ейске, это уже побережье Азовского моря, спасателям пришлось снимать с льдины 20 человек. Уровень воды в лиманах поднялся и лед у берега треснул. Рыбаки вместе со своими мотоциклами, на них они передвигаются по льду, оказались отрезанными от суши. Вот этот молодой человек лишился и улова, и транспортного средства. Помогите мотоцикл выйти. Давайте вылазь. В горах из-за ветра то и дело рвутся провода на линиях электропередач. Энергетики работают в авральном режиме. По их словам, пока ситуацию удается контролировать. По прогнозам синоптиков, снег будет идти еще несколько дней. К тому же на побережье ожидают усиление ветра. Как результат, возможны налипания и обледенения. Все оперативные службы работают в усиленном режиме. Сергей Пикулин, Сергей Полянский, Екатерина Белоусова, НТВ, Краснодарский край.